Всем привет! С вами Светлана. И да, я всегда такая позитивная и жизнерадостная, когда хожу на лазер. Да вы уже знаете, это давняя тема, но все-таки. В общем, сейчас еду от Наташи. Если кому интересно, результат есть, все нормально, иначе бы не ходила, если бы не видела смысла. По поводу моего такого состояния, в общем, я сейчас еду в Алберис. Там должны прийти две помады матовые. Вот, захотела обновочек каких-то. Я же в последнее время себя прям балую-балую. И это делает меня тоже счастливее. И вам советую. Кстати, даже раньше не думала, что это может реально так помогать человеку как-то просыпаться, чувствовать себя живой. Да, вроде бы шоппинг, вроде бы мелочь. Но вот из таких мелочей складывается жизнь и какое-то наслаждение этой жизнью. Почему бы нет? Тут же не идет речь о каком-то прям зависимом шопогольничестве, когда ты вот просто спишь и видишь, что ты что-то купишь. Да, такого, конечно, здесь нет и речи не может быть. То есть я не транжира, но вот я заметила, что если изредка, да, вот когда какие-то моменты апатии, ты берешь и что-то вот по мелочи, две помады копейки стоят, да, вот все, ты купил. И вроде бы тебе радостно от самого факта, что у тебя что-то новенькое появляется. И это, конечно, прям поднимает настроение. Мы сегодня, когда сейчас заберем посылку из Валберис, обязательно доедем до растений, потому что меня спрашивают люди, подписчики и просто вот те, кто в курсе нашей движухи по поводу высадки, переживают. Вы не переживайте, я-то просто, видите, каждый день там проезжаю мимо них. Вы-то, конечно, не имеете сейчас такой возможности видеть, что с ними все в порядке. Поэтому, да, я сегодня, друзья, съезжу на высадку, потому что я знаю, что вы тоже переживаете. И тоже, так сказать, вам внесу ясность, покажу. Заодно у нас сегодня, получается, 25 марта, да, а мы высадили 14 марта, то есть сегодня 11 дней с посадки прошло. Поэтому, да, посмотрим, есть ли какие-то изменения. Я-то по факту бываю там каждый день, повторюсь, и я-то понимаю, что там ничего естественного пока не происходит. Но вы сами видите, да, какая у нас погода. У нас сейчас плюс 5, опять-таки, как и вчера, тоже все пасмурно. Нет ни солнышка, даже ни намека на то, что сегодня выйдет солнышко. Более того, даже в Питере теплее, в Курске теплее, чем в Анапе, что для меня вообще нонсенс, потому что март у нас это прям время пробуждения. Поэтому я не думаю, что прям растения там сейчас, ай, да, и повырастали. Просто понимаю, что еще у нас здесь состояние, что еще идет зима. И растения тоже, они тоже не дураки, они тоже понимают, что еще рано просыпаться. Но все-таки посмотрим, вдруг что-то мы с вами обнаружим. Все, заболталось, бегу в Валдберрис, забираю помаду, покажу вам и поедем посмотрим наше растение. Все, получила я свои две помадки. Слушайте, вот цвета интересные, конечно, надо пробовать. Одна из них, вот эта вот, стоит 295 рублей. Как он называется? Рилуа, нюдмат, помада губная, жидкая, матовая. Вот так она смотрится. Тон 10. Давайте посмотрим. А, открывайся. Прям первая. Так, а что она у меня по цвету, как моя, что ли? Не, немножко отличается. Ага, она немножко, если вот так, которая у меня более коричневая, кремовая, то это немножко с холодным подтоном. Как же его цвет-то? Немножко в розовинку он уходит, в такую нюдовую. Но, в принципе, я прям вот хотела такой цвет, то есть с розовиночкой. Видите, холодный такой розовый. Обязательно в следующий раз вам покажу ее отдельно. Я по фотку или в сообществе, наверное, фотку выложу отдельно ее, чтобы не на мой вот этот уже. Ну, видно, да, что она, во-первых, светлее моей помады, которая сейчас вверху. Ну, и, во-вторых, она более розовая, это более коричневый такой подтон. То есть я хотела, да, посветлее, нюдовую, матовую. В принципе, эта помада мне уже нравится. Посмотрим, как она будет носиться, потому что, ну, самое главное, стойкость. Иначе смысл в этих матовых помадах полностью пропадает, тогда бы я обычными красилась. Так, и вторая, она стоит 228 рублей. Это очень довольно-таки известная в плане того, что в масс-маркетах продается. Я и сама была уже с ней раньше знакома. Единственное, не знаю, как мне ее сейчас открыть. Называется она Vivienne Sabo. Ну, и я ее когда-то в магнит-косметике покупала еще, наверное, в лохматых 2013-15-х. То есть это достаточно уже известная, ну, помада матовая, не новинка. Видите, то цены там залеплены. Ну, в общем, 228 рублей, почему бы нет. Я же в поисках тона, видите, она темнее. То есть если это я взяла посветлее. Этот тон у нас 220. Пока не понимаю, что это будет за цвет. Посмотрим их сами. Ну, тоже с такой темной розовинкой. Там было светлое, здесь темное. А я на крашу. Ага, она прям очень темная. А, знаете, у нее отличительно клубникой пахнет. Так, в общем, от мужчин внимания очень много. Вот такой вот тон. Не знаю, видно вам или нет. Мужики прям с ума сходят. Это, видите, темнее. А у меня был этот тон, кстати говоря. Так что достаточно знакомый цвет. Так, надо ехать. Слишком много мужского внимания, насколько можно. Ой, знаете ли, не дают мне местные жители немножко так это... Забыть о том, что они тут существуют. Я тестирую помаду, показываю ее вам. И тут солнышко. Это где 46-й регион? Я говорю, в жопе мира. Тогда меня смотрит. Такая милая, типа, в жопе мира. Говорю, ну, правда. Я же вам вчера рассказывала. Это правда жизни. Он говорит, ну, так где, честно? Я говорю, ну, наверное, где-то в жопе мира. Он так посмотрел на меня, махнул рукой и ушел. А как вас отпугивать, дорогие мужчины? Вот с вами хочется быть действительно вежливой. Хочется быть нежной натурой. Ну, не со всеми же с вами хочется быть такой. Ведь есть же, наверное, порог вежливости. Иногда вот действительно нашу вежливость воспринимают как какую-то симпатию. То есть люди думают, что мы ближе, чем мы есть. Так это же не наша проблема. Это проблема, да, восприятия. Ну, у меня не получается не отшучиваться. Это, понятное дело, был прикол. Ну, да, я пыталась подыграть там вот это вот. Ну, следом просто искала я из жопы мира. Потому что человек думает, что я тут не местная вообще с другого региона. Почему бы не подыграть ему? И я просто хотела ему сказать, ребят, я уже тут 4 года. Знаете, как я к вам привыкла уже? Что у меня уже такая реакция была просто автоматом. Потому что, ну, слишком много внимания. И даже не смущает кольцо на пальце. Ребят, я его не снимаю не потому, что там, да, вот у нас там с Юрой прекрасное перемение. А потому что это каждый день. Вот каждый день, когда я там выхожу на улицу, вот это вот каждый день. То есть мужчин даже не смущает кольцо на пальце. Когда слышат такую мою реакцию, да, они все начинают понимать. Но нельзя сразу понять. То есть женщина, которая не хочет, чтобы мужчина знал, что она не замужняя, она не будет носить кольцо. А женщина, которая одевает кольцо на палец, она, наверное, ну, закрывается от мужчин в этом плане, да, даже если она там и не замужняя уже. То есть я ношу кольцо не из-за того, что там, вот, может быть, что-то еще может быть, а из-за того, что я просто не хочу сейчас быть открытой для других мужчин. То есть меня устраивает мое положение. Да, я в разводе, но я не парюсь на этот счет. Да, я надела кольцо, потому что каждый день я вам говорю, внимание идет от мужского пола, от него никуда не получается избавиться. Вот я сидела в машине, красила губы, вы сами видели. То есть я ни где-то шла, ни гуляла. Это реально вот происходит здесь. Ну, вы сами были свидетелем. Я села в машину перед камерой своей же, у себя в машине, просто красила губы. Ну, далее, я думаю, это можно оставить для размышления. В общем, вот такая я ворчливая, да, мне немножко не то, что неприятно мужское внимание, мне неприятно, что его слишком много. То есть как бы абстрагироваться, вот, абстрагируюсь от этого внимания, но оно не уходит. Наверное, может быть, думают, что есть женщины, которым как бы пофигу, что они даже, будучи там в браке, готовы куда-то там с кем-то. Ну, это просто потому, что они не знают, с кем они общаются. Ой, да, весна пришла, у всех срывает крышу. Ладно, слишком зацикленная, по-моему, на этом все. Надо думать о хорошем. Но я не могу сейчас выйти из дома ненакрашенной и нехорошо одетой, скажем так, да, для личности, для себя же. Да, я сейчас самовлюбленную веду, но мне это нравится, потому что, что в этом плохого, да, я для себя делаю вот какую-то красоту. И от этого, ну, у меня настроение повышается, почему я не должна так делать. Ну, вот у нас мужчины бывают примитивными настолько, что думают, что это ради них. Что думают, что, ой, это же знак, надо приступать к действию. Мужчины, вы очень плохо знаете женщин. В редких случаях женщина одевается для мужчин. Ну, очень в редких. Но она тогда при любом раскладе снимает кольца, если бы что-то пошло. Нормальная женщина так бы сделала. Если женщина красится, там, принаряжается, у неё там кольца, то это делает она для себя на 100 миллионов процентов. И вот когда мужчины, особенно кавказской национальности, которые, ну, они горячие, их тоже можно понять. У них кровь кипит, они вот любят это всё, у них вот бурлит внутри. Но поухаживайте так за женщинами вашей национальности. Вы же видите, да, что я русская, там, или, ну, славянской внешности. Вот вам вот надо именно вот произвести такое впечатление на женщину другой национальности. Скорее всего, ещё и бывает, что у другого вероисповедания. Для чего? Я чего, мясо? Нет, не мясо. Ну, конечно, уважающаяся женщина, она будет обнекиваться от таких вот ухаживаний, как может. Да, женщина, у которой недостаток внимания, она будет прям всячески импонировать, и это будет льстить. Меня это ни в коем случае вообще не льстит, потому что я понимаю, что вот такие подкаты – это признак неуважения к женщине. А я себя уважаю, я себя люблю. Именно поэтому я так хорошо выгляжу, потому что я себя люблю, уважаю. А мужчины, видите, они думают, что ты мясо. Да, правильно мне писали вчера в комментариях, и так оно и есть, и я абсолютно с этим согласна. К сожалению, адекватные мужчины так проявлять свою симпатию не будут. Что-то я, правда, разговорилась. В общем, едем на нашу высотку. Так, ну, в общем-то, не произошло чудо. По крайней мере, наша логистремия все так же в той же паре, ничего нового, пока нет ростков. Но холодно, холодно. Надо ждать лето. Мала чай в порядке, только вот я единственное смотрю, что он сначала в одну был сторону, сейчас в другую. Ну, короче, его ветер так или иначе пошатывает. Лаванда, вот, кстати, тоже ей не хватает тепла и солнечного света. Жалко, конечно, потому что все они любят солнце. Мы подбирали растения исключительно под анапские, так сказать, потребности именно в пересвете. Вот мушмула наша. Спрашивали про мушмулу. Ну, вот тут какие-то зарождающиеся будущие есть. Есть пока сказать, что прям обеспокоены ее состоянием. Ну, видите, листья потрепало немножко, хотя она вот подвязана, все с ней хорошо. Спасибо Светлане и ее супруге. Вот, например, единственное пока наше растение, единственное, которое более-менее меня радует, потому что барбарис, во-первых, покраснел, я думаю, это даже стало заметно, а, во-вторых, больше листиков, видите, вот она, раз. То есть наш барбарис реально подрос. Сейчас ему нормальные эти погодные условия, видимо, он хорошо холод переносит. В принципе, вот у нас еще здесь имеется скальник наш, можжевельник Blue Arrow. Blue Arrow или Blue Arrow, правильно. В принципе, нормально ему здесь тоже ничего. Наши пихты. Пихты вообще медленно будут расти, в принципе, по своей природе. Ну, вроде в целом все нормально, пять пихт на месте. Тисы, вот у меня были вопросы именно к вот этому тису, потому что были желтые хвоинки. Ну, пока все так же, как и было, ничего нового. То есть я пока, видите, из тех растений, которые могли бы что-то, ну, показать, да, какой-то рост, они вот не отсвечивают пока что. Ну, никак, от слова совсем. Поэтому, поэтому, опять меняет сигнал эти. А здесь вот у нас есть хиберника. Хиберника, вот у нее хвоинки такие с белым налетом потихоньку, и хиберника приживается. Ну, с можжевельником, я уверена, ничего не будет. Вот у нас здесь лавровишня. Спрашивали про лавровишню вот только сегодня, задавали вопрос. Да вроде все с ней в порядке, на месте растет, радуется. Можжевельники все на месте, все на месте, абсолютно. То есть, и давайте еще вам покажу геленджикский, скажем, подарок нам на Апе. Тоже все в порядке, видите, растут, не унывают. Даже, мне кажется, прижились. В общем, пока сложно делать выводы. 11 дней после посадки, ну, только вот барбарис, по нему заметно, что какой-то процесс все-таки активно идет у растений. Остальные в состоянии спячки. И, ребят, пока у нас не потеплеет, ничего не изменится, потому что это теплолюбивые, солнцелюбивые, засухоустующие растения. И, в целом, вот у нас плюс 4, плюс 5 ничего не говорит о том, что вот весна пришла. Но здесь есть рядом по соседству, то есть, ну, вот буквально в скольки тут метрах, не знаю, в шагах 15 от нашей высадки, здесь имеется вот такая вот вишня. Не знаю, может, не вишня, кто знает, подскажите. А то мне уже там обвинили, что я вишню с абрикосом перепутала. Вот дерево, которое уже дает соцветия. Но, опять-таки, если в Анапе, там возле речки Анапки, она уже прям пышная, и у нее очень-очень много уже цветочков, то здесь вот, здесь прохладнее. Вы видите, что она только-только-только начинает потихонечку зацветать. То есть, вот из всей ветки, да, вот только вот здесь вот есть цветочки. Остальные вот еще вот набухают только. То есть, мы ждем весну. Уже надоело мерзнуть, понимаете? В других городах уже вовсю весна у них теплее, чем здесь. Вот еще, смотрите, кто просыпается. Вот еще растительность наша по соседству. То есть, в принципе, если сейчас начать присматриваться, то, конечно, можно видеть, что уже не зима, но и, с другой стороны, все равно еще пока такая очень-очень медленная весна приходит. Так что, такие дела. Все растения на месте, все хорошо у них. Лаванда тоже вся абсолютно на месте. Тоже все нормально. Все растения, которые были высажены, все здесь есть. Ну, посмотрим дальше. За 11 дней сложно делать вывод, как им, что им. Вот просто вам показалось, что вы были спокойны, что с ними все хорошо. Ну, а с вами, как всегда, была Светлана. Наша посадка, нормально с ней все, все хорошо. Не переживайте. Я каждый день здесь проезжаю. Если бы что-то случилось из ряда вон выходящее, поверьте, вы бы узнали это первыми, потому что такое скрывать я никогда в жизни не буду. Я сама за них переживаю, как за детей. И все, так сказать, подъемы и печали я тоже хочу с вами ими делиться. Вот касаемо этой высадки. Пишите комментарии. Я думаю, что теперь вам станет немножко спокойнее. Это самое главное. Всем пока-пока.